Эта детская площадка у дома по улице Маяковского 9 в последнее время оказалась в центре городского скандала. Собственников квартир взволновали новости о продаже участка. Территорию в 20 соток выставили на сервисе коммерческих объявлений, якобы с целью построить здесь торговый объект. Мы не хотим, конечно, чтобы здесь какой-то товарищ взял и построил. В Росреестре это оформлено как на такого товарища Лухманова, как аренда. Может он и подделал. Специалисты администрации успокоили жителей. Никакого торгового центра на этой территории не будет. Участок находится в муниципальной собственности, в аренду никому не сдавался. Однако запись об аренде в Росреестре действительно есть. При этом ее законность вызывает вопросы. С появлением информации о продаже участка юристы администрации подали заявление в правоохранительные органы. Земельный участок сформирован, оформлен в собственность города Химки и ни в какие другие правовые отношения он не был запущен. В Реестре договоров аренды не числятся договора аренды. В поступлениях арендных платежей за все это время никаких поступлений за аренду этого участка не было. Вот это факты, которыми мы оперируем. Все остальное это информационные вбросы, основания, которые должны проверить компетентные органы. Независимые юристы тоже недоумевают. Всем известно, что для аренды земельного участка и переуступки права аренды необходимо согласие администрации города, которого никто не давал. Речи о продаже и быть не может. Только на открытых и честных торгах можно определить покупателя этого земельного участка. Поэтому в нашем случае, в конкретном, говорить о том, что этот земельный участок город кому-то продал, будучи опримененным договором аренды, не приходится. Некоторые жители полагают, что стали либо жертвы политических игр в преддверии выборов, либо рейдерского захвата. Это все неправда. Это какой-то рейдерский захват этой земли или еще. Дело в том, что там очень маленький участок. Я не понимаю, что там можно вообще построить. Здесь школа и дом. Как можно, где школа, что-то построить. Жители домов на Маяковского продолжают следить за ситуацией. Специалисты администрации, пока идет проверка, будут информировать их о текущем состоянии дел. Продолжение следует...